Мастер компании международного корового клуба Батария Астурина! 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 где светят звезды интереснее, ну вот такое, она с новостеяния начинала. И она рассказывала своим друзьям о нашей семье, в каких-то ситуациях говорила, это наш Андрей, он спортсмен, он учится в институте, у него там вот он и не курит, и не пьет, он прочитал сколько-то книжек, у него скорость чтения больше, чем скорость мысли у некоторых людей, то есть она очень долго делала ему всегда промоушен, она говорила, а вот это наша Наташа. И я в этом выросла, я это знала, и, ну, были периоды, знаете, только подростковые, когда что-то так сильно не нравится, но по большому счету я уже даже привыкла, я привыкла считать себя не самым лучшим человеком в семье, не самым классным и выдающимся, и меня даже перестало это раздражать. И на момент прихода в индустрию я увидела людей, которые как-то очень особенно влияют на всех, кто их слышит. они называли себя сетевиками и были интересными, были какими-то притягательными. Я тогда впервые для себя сделала вывод, что не важно, как говорили обо мне дома, как говорили обо мне в школе, кем меня считали там в университете, я подумала, что вот она конкретная картина, вот он тот образец, если его себе выбрать, любого человека, которого вы видите на сцене, который вам нравятся, чьи результаты вам нравятся, его можно выбрать за образец. И у меня такой человек в сети был, вы знаете, она давно выглядит по-другому, но я выгляжу так, как она 14 лет назад сегодня, потому что для меня это было интересно и важно. И не только выгляжу, я себя чувствую очень уверенно, вот так, как она себя тогда. И вы знаете, на первом этапе мне казалось, что, ну, как этого достигнуть, как они такими стали, сколько времени для этого надо. Когда в семье работающей мама и папа, ну, в традиционном, привычном виде, дети, знаете, о чем все время мечтают? Заболеть. Потому что, как только они заболели, мама перестала ходить на работу, и она такая, взяла внимание. И чаек там, вот все, вот она всегда рядом. И тем не менее, если бы, или родители точно так же, например, если моя мама хочет, чтобы я лишний раз внимание ей уделила, то надо обязательно, у нас это в семье называется такая, поза Дорониной. Она вот так ложится на диван, и все, такая, в образе. Ну, и мы все, мама, что с такой, ну, такое повышенное внимание. Я просто хочу вам сказать, что надо повышать в себе самооценку, не вызывая жалости. И сразу возникает вопрос, как? Есть фраза, которая мне в свое время помогала, я хочу с вами, как с новичками, ехать делиться. Я притворялась до тех пор, пока не получится. Я сама для себя тогда решила, что никто не узнает, какие у меня есть мысли, какие у меня есть сложности, и что мне приходится преодолевать. В одной семье родилась девочка слепая. И родители очень переживали по поводу того, что она все время ноет, она такая негативно настроенная ребенок. Вот, из-за того, что я не вижу, вы все время лучшую конфетку себе забираете, вы телевизор смотрите, я не вижу ничего, вот все у вас, у меня ничего. И родители переживали и пошли, ну там, к детскому психологу. Ну что ж такое, мы там лучший кусочек едем, он самая любимая там девочка. Они говорят, ну вы знаете, есть один способ. Купите фарш, возьмите огромный таз, налепите пельмени, но только в каждом пельмени вкладывайте свою любовь, чуткость, внимание, ну душу все вкладывайте, налепите целый тазик. Вы ей когда-нибудь дадите, вот она почувствует всю эту вашу любовь и станет позитивным ребенком. Но они все так и сделали. Подкатили к ней этот таз с пельменями, она так руками трогала, трогала. Представляю, сколько вы себе нафигачите. Вопрос в том, что из любой ситуации. Только вы можете извлекать позитив или посмотреть на это так же, как и все. Особенные люди имеют особенные находы. Необычные люди имеют необычные результаты. И по большому счету быстрее всего возникает именно негативная мысль. Мало того, мы еще все привычки по этому поводу имеем. А на любую ситуацию можно смотреть с разной скамы. И тем не менее, если каждый день следить за своими мыслями, понимать, что каждая, ну, причем, знаете, негативная мысль, она разрастается в голове в десять раз быстрее, чем какая-нибудь путняя. Про путню то забыл, то потерял, то взломал. Ну, все время какая-то ситуация. А вот то, что там с негативчиком связано, да? Я смотрю на это бесконечное количество раз. Когда мы приезжаем на события разного уровня, мы где-нибудь селимся. Кто знает эту ситуацию? И все время возле ресепшена стоит эта девочка с пельменями, у которой ей представляют, в каких вы номерах живете. То есть ей все время что-то не нравится. Уезжая после событий, всем им все нравится. Что произошло? Два дня. Но та атмосфера, в которой мы с вами пребываем, вы дарите нам ее на сцену, мы стараемся отдать вам саму. Она на самом деле нас меняет, главное не растерять это. Потому что надо кем-то быть, потом делать и потом иметь. А все время хочется тележку впереди лошади поставить вот сначала. И мне люди говорят, ну, конечно, бандуренная, у тебя вон какой чек. Ты и позитивная поэтому. Нет. Потому что я позитивная, поэтому мы имеем там результаты в нашем бизнесе. И именно позитивный человек может уже говорить о следующих каких-то навыках, которые его меняют и делают его как профессионала. В любом случае, несмотря на то, что сегодня в этом зале очень много людей, которые впервые вообще видят и сетевое событие, и события в нашей компании. И тем не менее, мы все время здесь говорим о том, что если по-настоящему к этому относиться, это не хобби для нас. То может что-то очень настоящее и красивое из этого получится. А значит, надо являть собой то, что мы делаем. Мне никогда не было стыдно, что я работаю в сетевом маркетинге. Никогда, ни в самом начале, ни сейчас. Потому что если мне что-то не нравилось, как, ну, как ведут себя, например, кто-то, кто что-то предлагает, да, ну, неважно. Сетевики или просто кто-то что-то продает. Я для себя тогда еще решила, я так и не буду делать. Но если мне не нравится, если я проводила человека в дверь и сказала, что мне вот это ваше не надо, он говорит, хорошо, заходит в окно и говорит, а у меня еще вот это есть. Если это не нравится, значит, и я не должна так делать. Но общее настроение, которое у меня появилось в то время, когда я занялась нашим бизнесом, оно превратило мою жизнь во что-то очень направленное. Если это нашего бизнеса, я не понимала, ну, знаете, как у детей, в понедельник хочу быть космонавтом, во вторник там врачом, в среду доктором и еще что-нибудь. То, попав в МЛМ-индустрию, я поняла, что это дело, в котором можно совершенствоваться бесконечно. И совершенствоваться и в позитивном отношении ко всему. Однажды, выслушав от моих наставников тренинг по позитивному мышлению, я шла, еще ребенок у меня был маленький, с ним из детского сада, и мы о чем-то таком разговаривали, я по себе думала, я буду жить теперь позитивно, вот всегда буду позитивно жить. Ну и иду, и вдруг у меня у Влада, у ребенка такие белые-белые волосы длинные были, и такой камень, знаете, булыжник, пролетая над головой ребенка, и волосы даже наделали, чух! Мною только что было принято решение быть позитивным, я повернулась в ту сторону, откуда прилетел камень, и позитивно изложилась до того, что я в этот момент подумала. То есть есть ситуации, когда, если нет привычки, если нет вот все время в душе этого как-то твоего основного мотива, то мы быстро переключаемся независимо от того, какие решения нами приняты. Вы знаете, а позитив в этом во всем был, и вы его точно сейчас чувствуете и видите, но не в лоб же прилетелы. То есть один человек смотрит в лужу и всегда видит в ней только грязь. Ну что может быть в лужу и после дождя? Но есть люди, которые в любой ситуации в этой луже видят звезды, отражающиеся с неба, но лужа осталась одной и той же. Вопрос наших реакций, вопрос того, как мы на это реагируем. И сейчас я хочу, чтобы вы посмотрели один ролик. Позитивненько, ожидаем. Позитивненько, ожидаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Потому что у задачи всегда есть решение У проблемы может быть и нет исходных каких-то вариантов А у задачи всегда есть И общаясь с руководством нашей компании Каза мне однажды сказала Если проблему можно решить с помощью денег Это не проблема Я тогда подумала, что так оно и есть На самом деле в жизни есть моменты, которые не покупаются, не продаются И решить их нельзя Да, возможно, это может стать проблемой Но если Перегорела проводка, прорвала трубу, я не знаю Все что угодно может произойти Если они есть Все решается быстро Все решается конструктивно И мы сразу становимся умными, смелыми И точно знаем, что нам надо делать с этим Да? То есть само понятие денег и доходов Конечно, жизнь не исключить нельзя И жизнь материальная И тут не вопрос, что только ради них Мы работаем Либо мы совершенствуем Вопрос, чтобы о них были И о них не думать И для этого мы учимся создавать Постоянные потоки Я просто в основном процессе этого кайфую Потому что за 14 лет пребывания В сетевом маркетинге Я чувствую, что я сильнее Но я хочу подойти к одному моменту Который, знаете, как еще называется Под лежачим боку Говорят, что доллар никакой не пролезает Да Одному Очень богатому человеку Его друзьям на день рождения Дарили подарок И, ну, как могли Загалялись в этом вопросе Потому что, ну, чем можно удивить Состоятельного человека, у которого все есть И очень многие там за год Начинали думать, ну, что ему подарить, как Ну, и один его товарищ Собственно, проявив чудеса С Михалки Принес ему Огромный тазик вареных раков Но все эти раки шевелились Он говорит, ну, странное дело Никогда еще такого не видел Чтобы вареные раки шевелились Как вы это сделали? Он говорит, ну, там на дне Один живой есть Вы понимаете, что работа Это не за ним Это ваше личное желание Что мы хотим Создавать в жизни И мне всегда этого Очень хотелось Мне хотелось, чтобы были Большие команды Мне хотелось, чтобы я Могла и была Интересна тем людям Которые еще не всегда Нашли сразу свой путь Или не нашли свой метод, может быть, работы Быть для них важной, полезной И чтобы и мои люди, и мои родители Мною гордились Чтобы мама хотя бы через 20 лет Могла сказать, что Андрюха у нас хорошо читает Многое знает Спасмен Не курит, не пьет Такой талантливый парень Но Наташа у нас И вот ради того, чтобы родители Самые близкие люди На поле, которые люди видят каждый день То, что вы делаете Гордились нами Мы сами готовы Очень многое сделать Я не знаю, важно ли это для вас Но даже первые деньги Я зарабатывала в бизнесе Не потому, что мне прямо Ну деньги сами нужны были У меня такие родители Что я вот Когда бы не пришла Все равно бы на корме И одели обувь А мне хотелось, чтобы мои близкие Мною гордились И когда У меня появляются люди И я вижу точно, что для них Вот этот момент очень важен Они очень быстро понимают И вместе мы об этом очень часто говорим Что мы должны быть позитивными Мы должны реагировать на все Очень по-особенному Мы должны Сами Друг с другом Перепулькаться Этой позитивной энергии Потому что В обычной жизни Очень много поводов Как это Прокиснуть практическо И даже по другим компаниям Я все время говорю Что я вижу Другие компании Я встречаюсь с другими Сетевиками Не из нашей компании Ну тоже вроде что-то делают Но все как-то похоже На позавчерашние негрели И только эмоциями Только своим отношением К телу Мы можем Мы можем показывать Внешнему миру Другим людям Из других компаний Либо из другой деятельности Что мы особенные Потому что Но уж веселее сетевиков Точно людей не найдешь Неважно в одной конторе Это абсолютно точно И Я бы не знала Что это началось Событие И мы уже даже между собой говорили Не было бы так весело Может нас здесь бы и не было Неизвестно Но Я вот как бы момент хочу подчеркнуть Вы знаете Был предыдущий опыт Сетевых компаний Где конечно я менялась Я кем-то там наверное стала Но Когда я познакомилась С Карл Вон Круффом Я была настолько Цинником и скептиком На определенном этапе В каком плане Я сейчас вам скажу Мне очень не верилось Мне казалось Что раз В других компаниях Мне не дали то что обещали То ей здесь точно Не дадут И первые полгода У меня такое ощущение было Что я разуверенно ждала Какого-то подвуха Подвуха не скучалась Я думаю Ну надо же Как все хорошо Я маркетинг план Первые полгода Как в космос смотрела Ну вот Мне казалось Я тут специалист В этой области смотрю И ничего Не понимаю Боже Непонятно Сколько должно людей Что они должны сделать Как из этого Как из этого извлечь Какую-то пользу Для семьи Для себя Но Я вчера подписалась На нее снова В душе Потому что Ну во-первых Дало понимание Чем мы занимались В предыдущие годы Непонятно чем И стало понятно Чем мы очень серьезно Можем отличаться И 10 лет Следующих годы Пройдут наши Коронавлоги И 20 лет Мы всегда С этой темой Будем актуальны И это немаловажно Мало нам быть Просто позитивными Просто зарядиться В какой-то идее И идти Надо понимать Что человека Которого мы зовем За собой завтра Чтобы для него Тоже были возможности Чтобы для него Еще долгие-долгие годы Были те же самые шансы Как у людей Которые пришли Ну 10 лет назад В коронавлогу Правильно? Я даже к этому Стала относиться Очень по-особенному Трепетно С точки зрения Я переходю В формационное пространство Когда мы пришли В компанию Ей уже был Восьмой год Коронавловому клубу Ну на рынке В постсоветском пространстве И наше пространство Информационное Было чистеньким Скажите Сегодня мы куда-нибудь Найдем Скажем слово Гермалай В Гермалайфов Ничего не произошло Но какие виды Видеть в ответ Начинаем То есть непонятно Почему люди Кривятся Хотя которые Наверное И не пробовали Ничего И никогда не сталкиваются Это и есть Информационное пространство А по коронавлогому клубу До нас было Все классно И сейчас именно От нас От нашего отношения К нашему делу Завезет Куда придут люди Через 10 лет И как они К этому будут Относиться Но вопросы воды Нормальной еды Которая позволит Захранять здоровье Они будут актуальны Еще очень долгие-долгие годы С каждым годом Все сильнее С экономической точки зрения Вы можете быть Абсолютно уверены Что наше дело Будет актуально То есть вы знаете Компания Оказалась Куда лучше Чем мы на то Рассчитывали И это оказалось Приятным бонусом Ко всему тому Что мы для себя Впервые о компании Узнали И сейчас В общем я рассказала Вам такую историю Что Обычные люди Могут становиться Классными, клевыми И привлекательными Личностями Если они этого хотят Это совокупность Разных моментов И отношения К каким-то ситуациям И то, как мы относимся К своему бизнесу С каким трепетом И вниманием То, как мы Видим свое будущее С компанией С тем делом, которым мы Занимаемся Но есть моменты Которые делают Каждого из нас В нашем бизнесе Эффективнее Скажите Кто Не новичок Вот В нашем зале Скажите Хотели бы вы Быстрее Потому что Новичков Так все Быстро Получится Но есть Да Такие Поднимаются И когда Передо мной Встал впервые Этот вопрос Я спрашивала Что надо сделать Чтобы было Быстрее В сетевом бизнесе Есть такое понятие Как события Они выстроены Всегда В определенном порядке Есть события Для людей Которые впервые Должны познакомиться С компанией Есть события Для тех Кто должен Увидеть Более профессиональных И сильных людей Чтобы понять На кого ориентироваться Есть события На которых Рассказывают Про продукт Про результаты И там Должны быть люди Которых интересуют Именно вопросы Сохранения Восстановления здоровья Но Они выстроены В особую цепочку По одной простой причине Чтобы можно было Любому новому человеку Вкрутиться В определенную спираль И как школу закончить Первый Второй Третий Четвертый Пятый Десятый Класс И подняться туда Куда она сама хочет И мне сначала Было непонятно Почему веселые Праздничные Милые события Влияют на развитие В бизнесе И потом Определились Два момента Которые стали Для меня ключевыми Я хочу с вами Поделиться Есть все события Могут Выполнять Две роли Любые Которые Вы видите Не важно Потребительское Событие Связанное с продуктом Либо с Результатами Либо бизнес Они могут Выполнять Две роли Первое Оно может быть Стабилизирующее Когда вы попали На это событие Вы в очередной раз Убедились Что все это Хорошо И все это Работает И второй момент То же самое событие Про позитивное отношение К этому Может стать для вас Развивающим По одной простой причине Если вы Не один А рядом с вами Человек Которого вы Пригласили На это событие И даже простая Концепция здоровья В офисе Которую мы Продолжим Каждую неделю Может для каждого Из вас быть Развивающим Событием Если с вами рядом Один Новый человек Кому вы Впервые Дали эту возможность И сейчас У нас с вами Впереди Будет событие Которое для каждого Из вас Может стать Развивающим Когда-то Именно с таких Шагов Когда я на каждое Событие Приезжала К каким-то Новым человеком Все началось Со мной рядом Быстро появились Единомышленники И их профессиональный Уровень Очень быстро Подтягивался До моего Чтобы мы Это делали вместе Одинаково правильно У нас с вами Впереди В июне месяце Будет форум Форум компании Это событие Компании На котором мы будем Смотреть с вами На компанию Не в замочную скважину Не в маленькую дырочку Того, как мы себе Это представляем Не в игольное ушко Даже, да? А мы сможем с вами В распахнутой двери Увидеть Как выглядит компания В своем Праздничном выражении Мы сможем увидеть Руководство компании Вы сможете сами Посмотреть на то Сколько В зале мужчин Женщин Какие они Людей, которые Получили феноменальные Результаты По здоровью Людей, которые Увидели возможность Как реализации И стали Очень Сильными лидерами И которые Ведут за собой Огромные команды И Вы знаете Вот в такого момента Вы можете Раз и навсегда Просто пригласив Одного Человека Из своей Уже команды Директора Из своей команды Если она появится Если нет Это может быть Один человек Который С вами Кушает продукты Рассказывает об этом Людям Но показать компанию В лучшем своем виде В том виде В котором мы ее Любим На праздниках Вы знаете Праздник это же Ну не вся жизнь Это какая-то часть И тем не менее Это можно увидеть В зале Огромное количество Единомышленников И посмотреть на то Кем Вы захотите стать Я Очень трепетно Наношусь к такому событию И вообще Любому событию Потому что меня Ну я стала Кем-то Именно на событиях Которые проходили В моей жизни Сетевые события Я их очень люблю Потому что я вижу друзей Я Ну как-то очень трепетно Всегда отношусь к тем Впервые в зале И это слышит Я хочу вам сказать Что буду очень счастлива Видеть вас На форуме компании Я хочу Чтобы мы с вами Знакомились И со временем Разговаривали Абсолютно на одном языке Понимая в сети Одно и то же И даже если вы сегодня Впервые все это слышите Это не Лишает вас возможности Через год Стать хорошими Сетевиками Которыми будет гордиться Семья Которыми будут гордиться Все близкие Дети Которые У вас есть Будут считать Что это лучшая профессия Которую можно приобрести В которой люди Всегда меняются И совершенствуются Это очень важно Я Желаю вам Состояться на событиях Я желаю С вами встретиться И дружить с каждым Кто сегодня Кто захотел Всех Кто захотел Дружить Общаться В более просто Режим Я вас с этим Поздравляю Я жду этого момента Вы сверили И я вас очень верю Спасибо 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 Спасибо